Здравствуйте, Ольга Анатольевна, спрашивает Эвелин. Как развить голос ученицы с нуля? Эвелин, вам очень повезло. Когда вы берёте чистый лист бумаги, вы сможете нарисовать на нём то, что вы пожелаете. А вот когда вы берёте бумагу с чьими-то набросками, причём если они не самые талантливые, и вам приходится что-то подтирать или, больше того, исправлять и перевернуть бумагу нельзя, а лучшее сравнение будет, представляете, с татуировкой. Если вам сделали плохую татуировку и вам нужно, как сейчас очень модно, да, или свести эту татуировку, останется шрам на всю жизнь, или перебить татуировку. Болезненный процесс, но татуировка остаётся. Очень важно, чтобы начинающий маленький вокалист или юный вокалист попал в грамотные руки специалиста. С чистого листа, с самого начала, от шага к шагу, от урока к уроку вы будете радоваться успехам и развитию вашей ученицы. Способности у всех к вокалу разные, поэтому не форсируйте события, отталкивайтесь от возрастных особенностей ваших учеников, от их психологических особенностей развития, от их трудолюбия, от их заинтересованности. Будьте как требовательны, так и очень ласковы и нежны к вашим ученикам, потому что вокалистам надо любить, холить, лелеять. Они очень хрупкие создания, голос – очень хрупкий инструмент. Он зависит от природы, от погоды, от настроения, от психологического состояния, от физического состояния, от сна, голода, пищи, от места проживания. Учитывайте все эти особенности и надеюсь, что вы заинтересованный, чуткий и очень умный преподаватель. Очень аккуратно, ушком слушайте, что происходит при занятиях внутри голосового аппарата у вашего ученика. Как врач? Правильно ли вдохнул ваш ученик? Хорошо ли опёр вдох и зазвучал? Не рано ли зазвучал? Вернулся ли вдох через связки свободно? Дайте продышаться его инструменту. Не форсируйте события. Не перегружайте детские голоса сложными взрослыми произведениями. Каждому возрасту свой репертуар. Это тоже должен знать хороший преподаватель. Накапливать этот репертуар, отслеживать, отсматривать, понимать, какой репертуар, какая песня подойдёт вашей ученице, а какая не подходит к длине её связок, какую петь рано, а какую, может быть, уже и поздно. Очень тонкий и очень объёмный процесс обучения вокалу. Очень длительный. Мне иногда грустно смотреть на объявления в социальных сетях, что научим петь за три урока. Это как вылечить очень сложную хроническую болезнь за один сеанс. Шарлатанство. Понимаете? Так не получится. Мышцы развиваются вместе с организмом. Я всегда задаю простой вопрос. Сколько вам нужно для того, чтобы привести ваше тело к чемпионату мира по бодибилдингу? Задайте себе этот вопрос. Год два пять семь сколько лет? Сколько вам нужно заниматься для того, чтобы вы нарастили мышцы внешне и внутренне в своём теле? Не такой простой процесс, правда? Если вы не будете принимать каких-то химических анаболиков, при пении не существует анаболиков, надо каждый день прокачивать воздухом энергии, воздушной подачей, воздушным давлением, свои внутренние мышцы, они развиваются, они крепнут. И какой бы ни был блестящий педагог, если ученик ленив и занимается только от урока к уроку, процесс будет идти крайне-крайне медленно. А если ученик понимает, что ему это нужно каждодневное занятие под полтора, два, три часа в день, так же, как пианисту, так же, как скрипачу, такой же класс, как у балетных и танцующих людей. А посмотрите, сколько репетируют цирковые исполнители, если они не будут репетировать по два, три, четыре часа в день, они могут сорваться с трапеции. В лучшем случае покалечиться, в худшем случае попрощаться со своей жизнью. Относитесь, пожалуйста, к занятию вокала очень серьезно, особенно те люди, которые хотят сделать это своей профессией. Ваш голосовой аппарат – это ваш инструмент, который находится внутри вас. Его нужно держать в тонусе, в хорошей растяжке, его нужно развивать постоянно. Если вы перестанете заниматься и скажете, я достиг предела совершенства, вы можете идти в другую профессию, потому что нет предела совершенства и мышцы имеют свойство терять свою эластичность и свой тонус. Поэтому, Эвелин, не форсируйте события, приучите своих детей учиться, заниматься и самое главное, чтобы при этих занятиях они получали удовольствие. эластичность ваши уроки будут очень продуктивными и творческими, потому что через насилие, через не могу получится только не хочу, а этого бы не хотелось. Мы желаем вам удачи в вашем творческом и педагогическом пути. Эвелин. Спасибо за вопрос. Наталья спрашивает. У нас есть девочка с неплохими данными, но что-то не клеится с нотками. Сейчас и ритм хлопает, и в такт ходит, чего раньше у нее не получалось, но постоянно съезжает с нот. Она занимается сольно и поет в ансамбле. может есть какие-то упражнения, чтобы ей помочь? Наталья, мышцы маленьких детей развиваются не равномерно. Больше того, каждый из нас приходит в этот мир с разными способностями. У кого-то мышцы приспособлены к бегу на длинные дистанции. У кого-то физическое состояние позволяет здорово плавать. Кто-то рождается с удивительной гибкостью суставов и идет в цирк или в балет. Кто-то приходит в этот мир для того, чтобы замечательно рисовать. Кто-то приходит в этот мир для того, чтобы конструировать самолеты. Ваша девочка, наверное, родилась для того, чтобы заниматься другим видом деятельности. Но это не значит, что ей не нужно петь. Если ей нравится петь и заниматься музыкой, это нужно делать обязательно, потому что музыка развивает человека в общем, развивает его мировоззрение, развивает его мироощущение. Поэтому дайте ей шанс. В силу ее психологической установки она может быть меланхоликом, который будет очень долго забирать информацию и потом в один прекрасный момент выдаст все то, что накопил. По этому поводу я очень люблю задавать вот какой вопрос. Если вы правша, скажите пожалуйста, сможете ли вы научиться писать левой рукой? Наверняка вы ответите при определенных усилиях, потратив определенное количество времени, конечно, будет возможность и левой рукой научиться писать. Давайте проанализируем, что происходит с нашим организмом, когда мы заставляем свой мозг делать вещи, которые в общем-то ему сейчас не надо нужны. Мозг начинает нарабатывать, наращивать нейроны, которые соединяют мозговой центр с левой рукой. Если я правша, мне удобно есть и писать и что-то делать правой рукой. Но ведь когда мы с вами садимся за фортепиано, мы развиваем левую руку. Да, у правши левая рука идет сложнее, на нее приходится больше времени тратить. Но со временем баланс рук выравнивается. Через год два занятия мы сможем с вами играть, не задумываясь, и левой, и правой рукой одновременно. Потому что нейроны приходят, нарастают и правой, и левой руки. скрипачи играют тоже двумя руками, но основная нагрузка приходится на левую руку. И здесь левая рука развивается гораздо больше, чем правая, потому что правая работает только с мычком. Хотя здесь тоже есть определенные навыки движения. От мозгового центра к голосовым связкам нарастают нейроны. И координация мышц связок гортани, диафрагмы начинает работать в балансе с задачей мозга, которую он ставит этим мышцам. Дайте время. И ребенок потихоньку будет приходить и может быть даже свое время мало того, что догонит своих сверстников, у которых был изначально хорошо развит и слух, и ритм, но потом может и перегнать их. Никогда не знаешь, в какой момент и кто придет первым. Со временем наши природные задатки, которые мы получили, мы можем развить, а можем и утратить. Кто-то получил от природы острое зрение, может его потерять со временем. При слишком долгом, при слишком долгой работе у компьютера или при чтении с неправильным освещением кто-то получил острый слух и тоже может его потерять, а кто-то может его развить. если психотип смешанный, как всегда, как правило, это так и бывает, с англейником с холериком у девочки, то все ее наработанные навыки, которые вы даете на уроках по ритмике, по вокалу, при работе с ансамблем, в один прекрасный день сложатся все пазлы и сложится замечательная картина и вас эта девочка наверняка удивит своими способностями, которые она развела с вашей помощью и наверняка у нее будут хорошие успехи в этом направлении. Дайте ей время.